Здравствуйте друзья! Я много роликов посвятил своему супермангалу, посвятил его широким возможностям, как это хорошо в саду готовят всевозможные блюда. Но я прекрасно понимаю, что не каждый и не всякий сможет сделать этот супермангал, потому что это требует определенных и финансовых затрат, и мастерства, если собственными руками, ну и для его установки требуется место. Вот поэтому в этом ролике я рассказываю, как я с минимальными затратами труда и сбросовых материалов сделал маленькую садовую печь. Ну я постарался приложить сюда мысль и творчество, и постарался сделать так, чтобы эта печурка тоже была новофункциональной. Ну как минимум совмещала в себе три варианта, чтобы это было печь для казана или сковороды, и чтобы это был маленький мангал на несколько шампуров, допустим, 3-4 шампура. И чтобы это был гриль. И, конечно же, барбекю. Этот ролик я посвящаю конструкции этой маленькой чудо-печки. Сегодня я намерен сделать садовую печь для казана. Дело в том, что в казане, конечно, можно готовить пищу на треноке или, допустим, на супермангале, но это не совсем удобно. Но специфика приготовления пищи в казане такова, что нужно, чтобы пламя или жар, скажем так, тепло, погибало весь казан полностью по всей округлости. Не только днище, а полностью всю поверхность казана. И в этом смысле не совсем удобно, скажем, на супермангале. На треноге тоже не совсем удобно, потому что раскачивается и все такое. И вот я из двух автомобильных дисков намерен сделать такую небольшую печь именно для казана. Ну, как говорится, судьба мне послала вот один диск с УАЗика побольше и такой размером, как Жигулевский, поменьше. Сейчас я намерен сделать вот что. Вот с обратной стороны этот диск с УАЗика. Я намерен вот здесь, вот сейчас, вот так, вырезать бугарочкой. И вот эту всю выпуклость в средину постараюсь вырежу и разверну ее вот так, чтобы она была. А здесь, в этом диске, нужен будет только вот этот, как бы сказать, бочоночок. Вот этот обод. Мне совершенно не нужна вот эта часть. И здесь я вот так вот вырежу, вот так вот. Всю эту внутреннюю часть я вытяну. Ну вот, вырезана внутренняя часть большего диска. И также внутренняя часть меньшего диска. Ну вот, примерно вот таким вот образом сейчас это будет все свариваться в одноцелое. Единственное, что стоит, наверное, все-таки заранее побеспокоиться о том, чтобы вырезать вот эти вот проемы. Это будет у нас будущая дверца. Ну вот, собственно говоря, моя садовая печка готовая уже. Вот она такая. И сейчас я вам расскажу, как и что я здесь сделал. Здесь вот у меня внутри получилось вот так вот. Вот у меня был какой-то диск. Я вырезал бугарочкой прорези и получилась колосниковая решетка. Хорошо, что эта решетка съемная. Ее всегда можно в любой момент зацепить, вытянуть и все содержимое печки высыпется наружу. И можно снова ставить. Здесь вот я сделал дверку. Вот такая. Конечно, можно совсем без дверцы, но вот мне так захотелось. Как я сделал вот эти вот боковинки. Я вставил картонку сюда. С этой стороны изнутри карандашиком. Карандашиком обрисовал. По очерченному вырезал вот такой вот саблончик. Вырезал две штучки и сюда вот вварил. Дверца у меня получилась вот такая вот. У меня лист железа. Здесь у меня на трех удлиненных гайках я сделал такую вот петлю. Сделал вот этот запорчик. И еще одно. Ножки я изготовил из арматуры 16-й, длиной 60 сантиметров. Три штуки будет вполне достаточно. И дополнительную устойчивость еще придаст ей то, что арматура, ну, по-любому она войдет на какую-то глубину в землю. Знаете, друзья, вот еще в предыдущем кадре я надеялся, что моя печка вполне может обойтись без дымовой трубы. Но потом все-таки рассудил, что с дымовой трубой все будет гораздо лучше и эффективнее. То есть труба вот такая вот сделана. Особо здесь рассказывать не о чем. Труба вот у меня была такая вот соточка. Ну, вот я ее монтировал и сейчас не жалею, что дополнительно как бы потратил на это время. Еще, друзья, я хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите, вот здесь вот, 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 есть такие четыре упорчика. И сейчас я расскажу, зачем я их сделал. Дело в том, что неотъемлемой частью моей печки садовой есть вот такая вот решетка. Вот она сделана по диаметру печки и имеет вот такое строение. Зачем она нужна? Когда я сетку ставлю вот в такое положение, вот этими проушинами вниз, они стоят на упоре и вот сейчас плоскость решетки получается на уровне, ну, как бы, верха печки. И вот, пожалуйста, я здесь могу чего угодно поджаривать, как на гриле. В то же время я могу поставить эту же решетку вот таким вот образом. То есть поверхность решетки углубляется. Здесь я могу чего угодно положить, накрыть крышкой. И тогда у меня получается объемное запекание. То есть вся эта конструкция превращается в барбекю. Вот, пожалуй, и все. Продолжение следует...